В эфире первого карагандинского новости. В студии работает Гульнур Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. В Караганде появилась реклама, которая призывает людей прерывать беременность. Жители шахтерской столицы к этой информации отнеслись крайне отрицательно. Они считают, что в нашей стране должны увеличивать рождаемость, а не бороться с нею. Однако директор клиники, на базе которой проходит неприятная процедура, считает по-другому. Ситуацией разбирался Николай Кровец. В Казахстане за последние пять лет число женщин, которые делают аборты, уменьшилось всего в полтора раза. Об этом говорит официальная статистика. В прошлом году тему абортов активно обсуждали мажоресмены. Политики даже хотели установить запрет на искусственное прерывание беременности. Но выяснилось, что это противоречит нормам Конституции. В соответствии с пунктом 1 статьи 104 и пунктом 3 статьи 97 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения, женщина имеет право на искусственное прерывание беременности. В период беременности, обследование, лечение и медицинское вмешательство могут быть осуществлены только с согласием женщины или с её законного представителя. Сегодня в Караганде существуют клиники, в которых женщины могут сделать аборты. Даже в центре города появилась реклама, где большими буквами написано, что прерывание беременности – процедура недолгая. Всего за день карагандинки смогут решить свой женский вопрос. В то время, когда были запрещены аборты, была большая доля криминальных абортов. Когда нежелательная беременность по разным причинам – социальным, медицинским, ещё каким-то – проводили где угодно эти аборты, женщины сами, как раньше говорилось, вытравливали этот плод. Карагандинцы считают, что информацию про аборты, да ещё и в самом оживлённом месте нашего города, размещать не стоит. Это в первую очередь нарушает моральные и этические нормы. Я считаю, что это как бы сейчас не актуально. Страна борется за рождаемость, а тут получается, что прерывание беременности, я считаю, что это неправильно. Это вообще полное идиотство, я скажу, потому что прерывание беременности – это убийство, и какой бы день оно ни было, оно убийство и есть. Потому что я даже знаю, показывали фильм «Безмолвный крик», как ребёнок, когда его начинают кусками таскать, он там кричит. Это ужасно. Я считаю, что это неправильно, такое рекламировать, потому что в нашем государстве и так мало населения, нам нужно его повышать. И как бы, наоборот, у нас должны быть какие-то, не знаю, повышать, наоборот, материнский капитал и так далее, чтобы, наоборот, рождались побольше детей. В городе вообще вешать нельзя, ни в коем случае. Это по-медицински, это вообще противопоказано, совершенно, я так считаю. Если пошёл, сделал, пошёл обор, правильно? Зачем вот это всё всем… У нас так, извините за выражение, людей вообще уже скоро, правильно? Мало будет. Однако у директора клиники Виктора Цышковского отличное мнение. «Человек должен знать, где это можно сделать официально, пройти эту процедуру. Почему, как говорится, не возникло вопроса, что мы здесь проводим операции по удалению матки при миоме? Это никого не беспокоит. Аборты взволновали». В основном сегодня делают аборты карагандинки, которым исполнилось 16 лет и выше. Цена на процедуру разная. Она составляет от 19 до 26 тысяч тенге. Женщинам нашего города стоит задуматься о том, что абортам вы нанесёте вред не только своему здоровью, но и всему обществу. И рекламировать подобную медицинскую процедуру всё же не стоит. Николай Кровец, Айдын Джакан, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. Руководство Департамента внутренних дел Карагандинской области провело отчётную встречу с населением города Караганды. Прямо на месте обсуждались наболевшие вопросы по работе правоохранительных органов. Подробности далее. На встречу с жителями шахтёрской столицы пришли не только руководители управления и отделов ДВД Карагандинской области, но и Аким Города, секретарь городского маслихата, представители карагандинского филиала партии Нуратан. Подобные встречи преследуют единственную цель – сделать работу правоохранительных органов предельно прозрачной, основанной на доверии людей. А доверие требует откровенности. Несмотря на то, что по многим позициям область даёт показатели выше республиканских, проблем хватает. Это требует постоянного поиска новых форм работы. С ноября 2013 года, как вы и знаете, в связи с реорганизацией с реальными службами административно-дорожной полиции произведём перерачивающие средства комплексных сил полиции, обеспечивающие охрану общественного порядка, безопасным дорожным движением с учётом оперативного обстановки, состояния аварийности, пересмотра маршрута, патрульники. В связи с слиянием двух служб появился так называемый универсальный полицейский, что дало свои положительные результаты. Это повлияло в первую очередь на снижение преступлений на улицах, в общественных местах, стабилизировало положение с дорожно-транспортными происшествиями. Активно работают республиканские программы, такие как «Здравствуйте, я ваш участковый». Они помогают снизить подростковую и серийную преступность и носят предупреждающий характер. Снизилось количество умышленных убийств и разбойных нападений. Только за прошлый год было изъято около 100 килограммов наркотиков. Но у горгандинцев всё же нашлись острые вопросы, и они не приминули их задать. Водителей волновал вопрос с видеокамерами, вернее, с качеством их изображения и невозможностью взять видеозапись ДТП, если таковая имеется. По обращениям водителей, такое ощущение, что работает пара, ну, там, 3-4, может быть, видеокамер. Невозможно. То есть, кто отвечает, во-первых, персонально за выдачу вот таких вот данных, потому что, когда водители обращаются по ДТП, либо по нарушениям ПДД, угадайте, в общем-то, два самых популярных ответа. Либо камера не работает, либо она повёрнута в другую сторону. Да, те камеры, которые установлены в ЦЕДРе с 2002 года, морально, физически устарели, в принципе, как бы им по 10-12 лет, но проводится работа по их модернизации, ремонту и, соответственно, поддержания в техническом состоянии. В принципе, представители организации ОСАР могут пригласить в ЦОУ, чтобы им посмотрели, как это всё работает, как это двигается и как это настраивается. В настоящий момент проводятся все возможные работы по настройке этих камер и приводят их в соответствие к действующим регалиям и нормам. То есть, что было соответствующее качеству картинки. Наболевших вопросов было достаточно много. Они касались и проволочек в расследовании, и доверия экспертизе, и многим другим проблемам. Все карагандинцы получали исчерпывающие ответы. Те, кто не был удовлетворён ответами, начальник ДВД области Мергенбай Жампаров пригласил к себе на приём. Его двери для всех открыты. Сергей Высокосов, Бакия Руспанах, 1-й, Карагандинский. Под председательством Акима области Бауржана Абдишева прошло очередное заседание региональной комиссии по вопросам борьбы с коррупцией. На заседании также были заслушаны отчёты Акимов некоторых городов и районов, руководителей учреждений по обсуждаемому вопросу. С информацией по первому вопросу повестки дня о мерах по профилактике пересечения коррупционных преступлений и правонарушения, совершаемых в сфере государственных закупок, выступил начальник штаба департамента по борьбе с экономической коррупционной преступностью Аманжол Шаяхметов. В рамках противодействия коррупции по выявлению и пресечению коррупционных преступлений в финансовой полиции на сегодняшний день проводится активная профилактическая работа по предупреждению коррупционных проявлений на ранней стадии, в том числе в сфере государственных законов. С помощью созданного в прошлом году информационно-элитического отдела в 2013 году осуществлено 20 проверок государственных учреждений путём мониторинга, устанавливаемых заказчиком ценового барьера. На заседании отмечалось, что органами финансовой полиции по Карагандинской области в 2013 году выявлено 112 коррупционных преступлений, совершённых должностными лицами, в том числе 19 в сфере государственных закупок. Проведено 20 проверок государственных учреждений путём мониторинга, устанавливаемого заказчиком ценового барьера. По итогам проверок проведённых инспекций финансового контроля к дисциплинарной ответственности привлечено 150 должностных лиц, а к административной ответственности 64 человека. На местах 100-х годов информационно-аналитический отдел, который мониторит, зашивок портал, подводя итоги заседания, Баужан Абдишев отметил особую важность профилактики пересечения коррупционных преступлений и правонарушений в сфере государственных закупок и дал ряд соответствующих поручений. Жизер Абдраимова, Ужас Габбазов, Бахтяр Успанов, 1-й Карагандинский. В Улутаусском районе администратор отдела образования и директор средней школы номер 18 села Мибулак уличены в краже. Сумма кражи составила около полумиллиона тенге. Подробности у нашего корреспондента. Администратор отдела образования Улутаусского района являлся доверенным лицом по учету угля для учебных заведений. Сговорившись с директором средней школы номер 18, они перепродали более 130 тонн угля третьим лицам, оставив детей без теплых батарей. Злоумышленники таким образом нажили около полумиллиона тенге. Правда, потратить их они не успели. В ходе оперативно-расследовательных мероприятий сотрудникам Департамента финансовой полиции выявлен факт хищения и растраты веренного имущества со стороны администратора отдела образования Улутаусского района и директора средней школы номер 18 села Мибулак улутаусского района. 13 марта в отношении администратора и директора возбуждены уголовные дела по фактам хищения и растраты веренного имущества и служебного подлога. 19 марта санкцией прокурора применена мера пресечения в виде залога. Амина Смакова, Габидин Гружбеков, Бахтия Роспанов, 1-й Карагандинский. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет Эконом-серия профиль Галлтек 53-й серии. Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это ваш профиль. Стандартная система профиль Галвин. Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система Стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия Эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галтек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин. Морозостойкий, надежный, прочный. Есть проблемы, связанные с социальным обеспечением, предоставлением и содержанием жилья. А может нужна консультация юриста? Или вы хотите пожаловаться на качество коммунальных услуг и пассажирского транспорта? По каким еще вопросам обращались карагандинцы в день открытых дверей к специалистам городского акимата? Это выясняла наш корреспондент. Сегодня в городском акимате прошел день открытых дверей. Специалисты из различных отделов консультировали горожан. Карагандинцы получили консультации по вопросам социального обеспечения, оказания коммунальных услуг, представления жилья, пассажирского транспорта, состояния автодорог, связи, работы с КСК, выделение и содержание жилья, благоустройство города, землепользование. Зал напоминал растревоженные пчелины улей. На день открытых дверей в городской акимат пришли в основном люди пожилого возраста. Основные вопросы – пенсионное пособие и социальные льготы. В домах часто включают свет и воду. Специалисты дали полную консультацию горожанам. Данная программа, чем она актуальна? Мы сейчас на местах рассматриваем обращения граждан. По мере возможности, если вопрос решаем, мы на местах решаем. Если же нет, то ставим на дополнительные контроли. Мы в соответствии с законодательством в течение 15 дней дадим ответ. Напомним, что подобные встречи проводятся традиционно, где граждане могут без лишних проволочек обратиться с жалобами и заявлениями и тут же получить ответы на интересующие вопросы. Аким города Караганды, Мирам Смоголов провел форум с молодежью города. В рамках дискуссии представители администрации города, учащиеся заведения, рассмотрели приоритетные направления государственной молодежной политики, обозначенные в послании главы государства, и высказали свои предложения по выполнению молодежных программ. В городском Акимате обсуждали проблемы молодежи. На встречу пригласили руководители молодежных организаций, студентов и учащихся в учебных заведениях города. Рад приветствовать вас, талантливых, активных и амбициозных представителей нашего общества. История доказывает, что ни одно крупное преобразование не проводилось без участия молодежи. Вам принадлежит решающая роль в реализации самых смелых инициатив и формирования общества. Этим и определяется постоянный интерес молодежи как к наиболее важному ресурсу страны. Особо важным направлением молодежной политики нашего государства является формирование у подрастающего поколения активной гражданской позиции. В ходе этой встречи говорились и о социально-экономическом развитии региона. Принявшие участие во встрече представители молодежи задавали Акиму города самые различные вопросы и получили на них исчерпывающие ответы. Подводя итог встречи, Мирам Смогулов заметил, что если энергия молодых карагандинцев будет направлена в правильное русло, то страна преодолеет любые стоящие перед ней трудности. Сегодня прошел первый форум, который считаю очень важным для молодежи, потому что приходят студенты разных вузов, школ, колледжей. И это действительно важный опыт для всех нас, потому что происходит обмен опытов. Градоначальник города призвал молодежь поддержать послание лидера нации Нурсултана Назарбаева. В нем определены ценности, к которым стремится казахстанский народ. Молодежные активисты города уже внесли свой достойный вклад в реализацию данной программы. Жизир Абдраимова, Олжас Габаза, Бахтяр Успанов, Первый Карагандинский. Информационно-пропагандистская группа Департамента юстиции Карагандинской области продолжает разъяснять основные положения посланий президента на народу Казахстана. На днях прошла встреча с сотрудниками военизированной аварийно-спасательной службы КУМЭР, Министерства по чрезвычайным ситуациям. Уже четвертый год работает пропагандистская группа Департамента юстиции Карагандинской области. Члены группы выезжают на предприятия и организации с самыми разными темами. Сегодня они разъясняют основные положения послания президента страны. Казахстан 21 века – страна, созданная с нуля всего за два десятилетия талантливым, трудолюбивым, толерантным народом. Это наше общее детище, которым мы гордимся. Это наше великое творение, которое мы беззаветно любим. Сегодня по долгосрочным планам работают многие успешные страны – Китай, Малайзия, Турция. Стратегическое планирование в 21 веке является правилом номер один. Ибо никакой ветер не будет попутным, если страна не знает маршрута и гавани прибытия. Стратегия 2050 как путеводный маяк позволяет решать вопросы ежедневной жизни людей, не теряя из виду нашей главной цели. Стремление войти в тридцатку наиболее развитых государств – задача амбициозная, но вполне реальная. Она основана на экономических, политических предпосылках развития страны и, главное, на трудолюбии и взаимном уважении народа Казахстана. В пропагандистскую группу вошли представители финансовой полиции, нотариальной палаты, палаты оценщиков. Так что у встречающей стороны была уникальная возможность выяснить все о законах Республики Казахстан. Мы очень благодарны сотрудникам Департамента юстиции и сотрудникам Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью за оказанную правовую помощь сотрудникам Департамента и вообще всех подразделений Министерства по чрезвычайным ситуациям, которые присутствовали сегодня на встрече, за ответы на наши вопросы, за разъяснение основных норм действующего законодательства Республики Казахстан. Подобные встречи помогают не только предпринимателям, но и простым людям узнать новые тенденции в законодательстве страны. Ведь именно юстиция сопровождает человека со дня его рождения и до самой смерти. Сергей Высокосов, Улужас Габбасов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Караганда – город театральный. 27 марта во всем мире отмечается Международный день театра. Профессиональный праздник деятелей театрального искусства был учрежден в 1961 году в Вене на 9-м конгрессе Международного института театра при ЮНЕСКО. И с 1962 года он отмечается ежегодно. Подробности далее. Любовь к театру не иссякает веками. Ему предрекали исчезновение с приходом кино, затем телевидение, но он и поныне занимает в душах своих почитателей самое главное место. Театр – это окно в мир. Мир отнюдь не грез, а мир человеческих отношений, переживаний, драм и комедий. Театр – это великий воспитатель. Если проследить путь театра от первых скоморохов и мистерий до наших дней, можно убедиться, что природа театра сохранилась в первозданном виде. Это удивительное явление. Меняются люди, отношения, само время меняется. А театр все тот же и говорит все о тех же вечных проблемах. Его слушают, смотрят с неугасаемым интересом. Поэтому и у нас в Караганде четыре театральных зала никогда не пустуют. И к караганинскому зрителю, у мастеров сцены и самых разных стран особое отношение. Караганинцы – отзывчивые зрители. Молодежь, конечно, хочет развлекаться. Она хочет, во-первых, молодежной тематики, во-вторых, комедий, комедий современных, таких пуповых, чтобы была современная музыка, чтобы были движения, танцы и так далее. Среднее поколение и старшее. Они, конечно, хотят серьезных спектаклей, не только комедий. Они с удовольствием ходят на классику. Видно по реакции вот этого среднего старшего поколения, что они с удовольствием и хотят, и жаждут, и спрашивают. Театру порой доверяют свои самые сокровенные чувства. 21 марта молодой человек со сцены Караганинского академического театра музыкальной комедии, не в шутку, а всерьез, признался в любви своей девушке. Публичное предложение руки и сердца вызвало восторг у зрителей. Так что сегодня с театром советуются, с театром проживают целую жизнь. С днем театра, господа! Сергей Высокосов, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. В казахстанском Актау впервые проходил чемпионат мира по карате среди молодежи. Казахстанская сборная заняла второе командное место, уступив японским спортсменам. Карагандинские спортсмены внесли весомый вклад в копилку нашей команды. Сегодня их торжественно встречали на родной земле. Чемпионат мира среди молодежи стал первым испытанием для многих карагандинских спортсменов. Тем более, что их соперниками были каратисты из Японии, России, где этот вид спорта очень хорошо развит. Молодежь не подвела ожидания тренеров и почитателей этого единоборства. Рымбека Кенжебекова, победно шедшего к финальному поединку, только вес сдвинул на второе место. Три раунда с ним отбился и там в конце повесовки проиграл. Он был меньше на 5 килограмм меня. Вот так вот второе место. Первые шаги всегда сложны. Очень непросто выдержать напряжение поединков с серьезными противниками. Билась в категории 14-15 лет. Первый бой был с Казахстана. Девочка очень достойная соперница. Второй бой был финальный. Японка. Многократная чемпионка мира. Было очень приятно с ней побиться. Серьезная победа молодых спортсменов в мировом чемпионате дает право делать прогнозы на участие карагандинцев в чемпионате мира, который пройдет в 2016 году. Они честно заслужили право принимать в нем непосредственное участие. От Караганды, от нашего города, я участвовало 10 человек. Из них 5 человек заняли призовые места. Это три вторых места. И также два третьих места. Вторые места наши заняли это Бильдин Жанибек, Тушимбека и Герим, Мешкова Регина второе место заняла, Кенжибека Фрадбек и третье место Грица Елена. Пока наши молодые каратисты принимают поздравления, но они с прицелом на более значимые победы, которые у них впереди. Сергей Высокосов, Улжас Габбасов, Бахтия Роспанов, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok